Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Для кого-то и суббота не гулянье, а работа. На губернскую ярмарку съезжаются селяне из ближних деревень и не только. Коробейники с товаром. Подходи. Почти что даром. Рыночные цены, мониторинг и взаимный интерес. Мнение продавцов и покупателей. Кто селянину поможет? Где искать совета, не дожидаясь лета? Актуальное интервью с министром сельского хозяйства Омской области. На все руки не от скуки, а в погоне за мечтой. История появления небольшого предприятия на Кормиловской земле. Жители Ленинского округа, особенно те, что живут недалеко от местного рынка, считают, что им здорово повезло. Купить себе продукты к празднику не проблема. А приятным бонусом скидка на 10, а то и на 20 процентов. Тут уж как договоришься. Остальных покупателей здесь все продавцы давно в лицо знают. А уж об Ирине Скотских, управляющей рынком, и говорить нечего. Ни одна губернская ярмарка без нее не обходится. Они уже нам как родные все. Сейчас мы подойдем, покажу молочная точка. Молоко привозят с района в бочки. Но этот формат, наверное, только у нас остался. Да, наверное. У Ленинского рынка в следующем году юбилей. 50 лет со дня открытия. Как уберегли доходное место от желающих приобрести его, отдельная история. Но отстояли. Из дюжины городских рынков только 4 теперь муниципальные. И на них еженедельно проводятся губернские ярмарки. Ни одну из них в Ленинском рынке не пропускает ни на Путицкое. Продукция у нее особенная. Почти парное молочко. Из фермы в деревне Царицыно. Это Калачинский район. Хозяйству выгодно работать напрямую с горожанами. Доход небольшой, но здорово вручает живая копейка. К обеду обычно бочка пустеет. 700-900 литров, да? Да. Как разбирают люди? В субботу вообще отлично прям. Прям приходят своими семьями. Это вот такое как традиция. Да, очередь такая большая, да. А длинных очередней горожане давно отвыкли. Но не здесь. Пораньше придешь, все, что задумаешь, купишь. Домашняя закрома от новогодних каникул заметно опустили. Но бережливые хозяюшки знают, как и деньги сэкономить, и семью вкусным обедом накормить. Молочку покупаем, покупаем куриное. Здесь все-таки подешевле. Подешевле. Конечно, чем в магазинах, да. Ну и посвежее, наверное. Ну и посвежее, конечно. Да, да, да. Но семья у вас большая? Нет, семья небольшая. Небольшая. Но все равно вы хотите кормить их вкусненько, да? Ну, конечно, я ж надела, хочется все посвежее и повкуснее. На эту губерскую ярмарку наша съемочная группа отправилась не в гордом одиночестве, а пригласили с собой ответственных чиновников. Олег Колесников – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Всего три года как стал горожанином. До этого жил и работал в Полтавском районе. Признается, односельчан на рынке сегодня не нашел. Все-таки далековато им в город свою продукцию возить. Хозяйства там крепкие, с предприятиями переработки у них давно контакты налажены. А излишки с подворьей в своем районном центре расходятся. Вот в чем рынок-то интересен, да, что здесь цена не окончательная. Здесь можно купить по своему, так сказать, кошельку и по своему вкусу. Да, поторговаться горожане любят. Но и здесь миру знать надо. Селянам тоже невыгодно сильно планку пускать. Опытные пчеловоды, к примеру, предлагают свою продукцию и в маленьких, и в больших баночках. И, конечно, подписаны, с каких медоносов махнатая труженица взятки брала. У меня яблоневый сад, огороженный акацией, кустарником. Вот первый мед, вот он пошел. Скажите, а вот акация, говорит, он очень долго не сгущается, не комкуется. Да, ну в течение месяца любой мед кристаллизируется. Это да. Какой-то пораньше, какой-то попозже. В течение месяца по-любому закристаллизируется. Ну это да. Особенно он у нас, в Сибирске. В Сибирске особенно. Он плотный, хорошо закристаллизированный. Почему его так и любят? Да, почему его так и любят? Даже москвичи приезжают за сибирским медом. На пасеке у Владимира Николаевича 25 ульев, а доходило, говорит, и до 100. Хозяйство ему досталось от отца, потомственного пчеловода. А значит, передалось увеличение по наследству. Огорчает его в последнее время только одно. Последние годы вообще неплохие. Не то, что на мед. Травят сильно поля. Да, вот это беда. Да, многие пасеки погибли. У меня не погибли, но потравились. Не знаю, перезимуют или нет. Ну а вы-то с агрономами дружите, узнаете, когда не собираются. А с агрономами как, понимаете? У нас много частных полей. И вокруг меня, я посчитал по пальцам, у меня получается где-то 7 хозяев земли. И каждый норовит по-своему. Когда хочет, тогда и трое. Когда хочет, да. С ними договариваются. Ну с одним я договорюсь, а другой меня пошлет, понимаете? Самый надежный выход, мне кажется, в этой ситуации привлечь на свою сторону местных специалистов. В Павлоградском районе, к примеру, район управления сельского хозяйства взяло ситуацию под свой контроль. Агрономы хозяйств и фермеры теперь заранее извещают пчеловодов о сроках проведения обработки полей. А вот Дмитрий Шамсудин из Саргатского района нашел свой способ уберечь пасеку от злых соседей. С весны до поздней осени кочует он со своими пчелками по северным районам. Там брошенные поля, богато разнотраве. И нет такой засухи, как, скажем, у ежан. А зимой основная работа, конечно, на рынке. Давно торгуем медом, сами производители. Сами разливаете? Сами разливаем. Все у нас свое. А ваш мед чем-то отличается от других? У нас качественно натуральный мед. Да все так говорят. А вот какое-то разнотравье у вас такое необычное. Есть и разнотравья, есть и гречишный. И все сорта у нас присутствуют. А вы сами какой мед любите? Сами предпочитаем гречишный и донниковый. Ну, донник, понятно. А гречишный почему? Гречишный мед содержит много микроэлементов, витаминов. Очень полезный для здоровья. Понятно. На здоровье наши селяне из стирной глубинки почти не жалуются. А если захворают, говорят, лучшего лекарства, чем травяные настойки, да чай по бабушкиным рецептам им не найти. В Муромцевском районе даже фермерское хозяйство сделало сбор местных трав и дикоросов своим основным занятием. Соседи из Алтайского края тоже на нашей ярмарке зачастили. Есть спрос, а за предложением дело не станет. Вот у семейной пары Татьяны и Валерия Боровлевых, похоже, на ярмарке конкурентов нет. Они из Устишимского района, из Таёжной глубинки. На дорогу до Омска у них уходит 8-9 часов, поэтому в путь дорогу собираются накануне. Товар у них сезонный. Летом пролежишь, зимой с умой побежишь. Так говорили их деды. И вот уже 20 лет Боровлевы летом и осенью из местных болот не вылазят. Где клюква, брусника, да голубика водятся. Ягоды много говорят, да собирать некому. Эти старики в деревне остались. А Боровлевы на сезонную работу берут своих внуков. Недаром помощников растили. Ну, сколько мы наберем? Ну, ветер 100-200. А там продадим, не продадим, потом уже... А где вы ее храните? У нас в морозильнике, у нас здесь, на Ленинском, мы арендуем. Брусника идет в конце августа, начало сентября. Вот тогда она спелая, хорошая, сладкая. А почему мы начинаем с черники? Черника идет в июле. С 20 июля тоже спелая, хорошая. Приезжайте, собирайте ягод. Много собирать некому. Приезжайте к нам, у нас леса, поля и горы, и все есть. Из далеких мест торговать на губернскую ярмарку приезжает не очень много селян. А вот из окрестных районов их еще называют пригородными. Каждую субботу горожане ждут своих давних знакомых с товаром. Так многолюдно на Ленинском рынке было не всегда. Пять лет назад Ирина Михайловна, назначенная управляющей, создавала рабочие места, заманивала покупателей. Даже горячий чай из самовара с бубликами и конфетами зимой – ее выдумка. Бесплатное угощение. Вроде бы пустяк, а людям приятно. Спасибо, девочки. Да, на здоровье. Больше ста предприятий приезжают, выставляют свою продукцию. Посетители, как жители Ленинского округа, так и с других районов приезжают с удовольствием. С левого берега приезжают. А как вы считаете, по ценам у вас? Мы проводим мониторинг еженедельно. Цены на порядок ниже, чем… То есть вы узнаете, что делается на других рынках, да? Конечно. Это наша работа. Перед праздниками в этих рядах было не протолкнуться. Разбирали, как всегда, на новогодний стол мясо. Особым спросом, говорят, пользовалась птица. Эдюшек раньше в основном выращивали на крестьянских подворьях. А несколько лет назад в Таврическом районе появилось и промышленное производство этой птицы. Смотрите, какая красивая индейка лежит. Это же тоже выращено все у нас в Омской области. Вот такая большая индейка. Это еще маленькая. Привозили перед Новым годом. Здравствуйте. Перед Новым годом у меня покупал мужчина. Тушка весила 19 килограмм. Ух ты. Так это же дорого оно стоило. 300 рублей стоит в килограмм. 300 рублей это 19. Ну, это, наверное, на всю зиму хватит. Ну, конечно, там почти пол поросенка получается. Маленький барашек такой. А вот изюмовская птицефабрика, говорят, к празднику на стол горожанам привозила маленькие тушки перепелок. Этот товар на прилавке не задерживается. Впрочем, как и индюшки. Мясо считается диетическим. Поэтому и цены на порядок выше. Мы мониторим еженедельно всю ситуацию не только на рынках, но и отпускную цену наших сельхозтоваропроизводителей. Сильно растут цены? Я не скажу, что сильно растут. Но маленько едет. Оно есть на какую-то продукцию поднимается, опускается. В целом, конечно, рост, безусловно, есть. Инфляция, она присутствует. Но, главное, сегодня есть возможность проработать, в каком нищем, в каком направлении нам поработать, как поработали с хлебом мы сегодня. Цены на зерно в этом году по сравнению с прошлым упали. И поэтому хлебопеки на социально значимые сорта снизили ее тоже. Хлеб и хлебобулочные изделия, пряники, бубики и прочие на городских прилавках, можно сказать, в изобилии. А для тех хозяйших, кто привык дома стряпать, мука разных сортов. Сегодня уже купили что-нибудь, нет? Да, купил он муки ржаной. Ага. Отруби купил. Ух ты. А кто стряпает там? Хлеб печет. Жена. Жена стряпает. Хлеб она не печет, а всякие другие кондитерские изделия. Изделия. Ржаной муки, да? Ну, добавляют ржаную, пшеничную и всякую. И вкусным получается? Ну, намного вкуснее, когда ест и добавляют ржаную и полезнее. Вы каждую субботу приходите сюда? Или вот когда уже запасы кончатся? Да, каждую субботу-то не прихожу. Тут летом-то ходил, а сейчас холодно было, не ходил совсем. Рынок работает круглый год. Отдельное хозяйство каждый день привозит сюда свою продукцию, а не только в ярмарочные дни. Мы выезжаем пятницу-субботу. Пятницу-субботу. Пятницу-субботу, да, два дня выезжаем, на достаточно. У нас маленькое производство. Пятницу мы немножко совершенно рубим, а в субботу немножко побольше. Побольше. Побольше людей приходит. Больше людей приходит. Но вот из-за того, что у нас перекрыли, сейчас люди ночные, во-первых, они найти никого не могут. Много кто не приехал, и много кому места не хватило. Не хватило. Не хватило места, да. Много людей сегодня приехали в 6 утра, и им просто не хватило места. И много приезжает с деревень, картошка, моркошка, и масло сливочное, и куры, и гуси. Много кому не хватило, я вам серьезно говорю. Значит, нужно увеличивать. Конечно, нужно увеличивать, обязательно. Столько лет мы поднимали вот эту вот ярмарку. Как так-то взяли и закрыли. Мы что, кому-то мешаем, что ли, или что? А сколько лет вы уже торгуете? Я вот уже здесь именно торгую уже 5 лет. Действительно, тот пятачок, что отвели под ярмарку рядом с проезжей дорогой, никак не устраивает ни селян, ни горожан. Во-первых, желающих продать свою продукцию, выращенную на крестьянских подворьях или на ферме, на приусадебном огороде, стало больше. Во-вторых, а мечам губернской ярмарки пришлись по вкусу во всех отношениях. Когда-то на два дня в конце недели проезжую часть дороги перекрывали. При лавке располагались в два ряда. Всем места хватало. И продавцам, и покупателям. Решить этот вопрос управляющей Ирине Михайловне одной не под силу. Конечно, нам нужна на сегодняшний момент помощь администрации, поскольку нет пока разрешения на перекрытие дороги. Но я думаю, к следующим выходным все-таки будут все необходимые документы. Давайте удостоверимся, кто вам обещал. А обещал, как оказалось, представитель городской мэрии. Осталось подготовить распоряжение о перекрытии, согласовать его с мэром. Успеете за неделю? Скорее всего, да. То есть, когда передача выйдет в эфир, это где-то через неделю. Я думаю, вопрос решим этот с перекрытием. А мы вам позвоним. Конечно. И спросим. А мы вам ответим. Хорошо. На том и разошлись. Фермерское хозяйство Сергея Гудимова из Муромцевского района выросло из личного подсобного. Разводить мясной скот на своем подворье он начал еще, когда жил в соседнем государстве. А переехав в Омскую область, решил, что готов примерить на себя статус фермера, индивидуального предпринимателя. Получилось. Благодаря финансовой поддержке. Грант 3 миллиона рублей помог увеличить маточное стадо, закупить технику. Хозяйство стало развиваться. Как поддерживаются сельские предприниматели на самом трудном начальном этапе? У кого искать помощи при составлении бизнес-плана? На эти и другие вопросы мы попросили ответить министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дарфу. Мы всегда говорим, что сельское хозяйство – это не только аграрный бизнес, большой, крупный, мощный, но это и образ жизни. И вот о чем вы говорите, это территория, это образ жизни людей, которые сегодня, живя на территории, посвящают себя вот этому форме деятельности. И задачу ставит губернатор, чтобы эти формы деятельности были поддержаны. И сегодня мы поддерживаем из областного бюджета на производство молока в личных подсобных хозяйствах. Сегодня рассматриваем дальше самозанятость. И если сегодня объемы производства продукции вырастают, когда уже нужны, ты уже человек не просто как хобби, где-то работает, а коровка – это так, для того, чтобы поддержать экономику. Но бывает так, что человек уже не работает. И вот личное подсобное хозяйство является в нее основным источником его дохода. Это следующий уровень самозанятости. Сегодня мы рассматриваем, в 2023 год губернатор стоит задачу, чтобы сегодня формы поддержки из бюджета и федерального, и регионального были на эти категории. То есть переходный период, когда от личного подсобного хозяйства, который только коровку и работу имеет, и вот там, где сегодня имеет только без работы, но имеет личное подсобное хозяйство, здесь их поддержать, чтобы они потом перешли в другие формы занятости, это как агростартапы, семейные фермы, кооперация. Вот здесь как раз на этих территориях очень важно, вот эти инструменты, чтобы работали. И такие территории у нас, особенно на севере, где каждый год по несколько агростартапов есть, несколько семейных ферм регулярно, более около 200 миллионов рублей ежегодно на эти цели, и с областного, и с федерального бюджета выделяет губернатор для того, чтобы сегодня такие формы поддержать. Ну и, конечно, сегодня важно, наверное, вот Министерство сельского хозяйства видеть эти ростки. Для этого и создан Центр компетенции, это тоже бюджетное учреждение, которое работает с этими категориями, помогает им сделать бизнес-планы, экономическую модель рассчитать и получить поддержку федеральную. То есть эти люди обязательно, если они имеют инициативу, то у них есть возможность реализовать свои желания в более другие формы. И гранты стали более солидные, я помню, начинали вообще с небольших денег, да? А сейчас каждым годом все время увеличивается. Да, начинали полтора миллиона, сегодня уже гранты и 3, и 4, и 5 миллионов, это начинающим фермерам, 20 миллионов это семейным фермам, и кооперация у нас, потолок, он, если мы сегодня выдаем по 20 миллионов, но можно, если есть кооператив, можно увеличить до 50 миллионов рублей на развитие. Ну и потом национальный проект поддержки малого и среднего бизнеса предусматривает поддержку кооперации. Потом получил ты 20 миллионов, развиваешься, потом приходишь, в последующие годы получаешь другие формы поддержки, там очень много, которые дают возможность работать членом кооператива и развиваться кооперативу. Как в технической модернизации, так и в закупе сырья у своих членов кооператива, там программа очень такая интересная. От владельца личного подсобного хозяйства до статуса индивидуального предпринимателя, таков путь нашего героя. Правда, первый опыт выращивания живности на своем подворье Андрей Самойлов приобрел еще в детстве, когда помогал родителям. Вырос он в селе с многообещающим названием «Победитель», и долгое время деревня с многоотростливым хозяйством оправдывала это звание. Перестройка все изменилась, общественного производства давно нет, и только заброшенные многоквартирные дома напоминают оболон величий. Таким застал родной силу Андрей, когда спустя годы вернулся на свою малую родину, вернулся с солидным багажом знаний, полученных в техникуме мясной и младшей промышленности, а затем и в институте того же профиля. Опыта набрался на крупных перерабатывающих предприятиях своего и соседнего области, так что до открытия своего дела Андрей вполне созрел. Выкупил на крое деревни заброшенное строение, привел его в порядок, а запустить производство помог Грант как начинающему предпринимателю. Жюри оценило его бизнес-план, и он оказался в числе счастливчиков-победителей. И вот с этого, по словам Андрея, стартанули. Купили на выделенные деньги, плюс свои сбережения, несколько единиц оборудования. Вспоминает, что перед пробным выпуском колбасы сильно волновался, ночами не спал. Потому что до сих пор ночами не сплю. Какая-то идея появится, и уже ноги топотят, уже руки делают, и уже надо крутить, уже вертеть. Говорят, оборудование самое дорогое. Ну да, на колбасном оборудовании. Чем дороже оборудование, тем качественнее колбаса у нас. Деликатесные изделия, поэтому стараемся на этом не экономить. Хотя сейчас наше время очень тяжело в этом плане. Сейчас санкции, оборудования хорошего нет. Но сейчас российское оборудование у нас, хорошие аналоги делают. Первые два года трудились втроем. Он, мама и жена Ксения. Выпускали всего три вида мясных изделий. Этот рулет – чудо. Андрей разработал честь любимой супруги. Она, говорит, до сих пор от него в восторге. А рецепт, по его словам, сложился как-то сам собой. Ночью. И наутро он уже знал, что это действительно воет чудо в красной рубашке. Да, большинство его уникальных творений родились ночью. Днем совершенно некогда. Ведь он из-за директора, из-за главного технолога, из-за фаршесмесителя и добытчика сырья. Да еще куча других дел, с которыми приходится ежедневно сталкиваться. Бывает по-разному. Бывает такой момент, что реально не хватает сырья, становится страшно. Бывают излишки. Всегда по-разному. Время сейчас такое, не сказать тяжелое, что нелегкое время. Сейчас вот эти санкции. Стараемся. Чтобы таких моментов не было. Поэтому нужны холодильники, морозильные камеры, чтобы был какой-то запас страховой. Мы на это тоже... Я обратил на это внимание еще давно-давно, когда не было, допустим, запаса страхового. И ты, когда заказываешь там свежее сырье, тебе говорят, нет его. Звонишь в другое место. Я как бы работаю с несколькими поставщиками, чтобы быть всегда как бы обезопасенным. И во всех местах нет сырья. Это было года два назад. Я стараюсь только ошибки больше не допускать. Поэтому страховой запас присутствует. Тот случай научил Андрея не только иметь необходимый запас сырья, но и приобрести вместительные холодильники и шкафы. Кстати, в России это оборудование выпускает отличного качества. И еще один для себя важный вывод сделал предприниматель. Составлять планы, работать по ним. Это дисциплинирует, сплачивает коллектив. И видна перспектива, куда стремиться. Скажем, когда стали выпускать первую партию, Андрей считал, что 200-300 килограммов колбасы и деликатеса в день это вполне достаточно для маленького предприятия. А сейчас и 500 маловато. Расходится все. В основном в своем районе. А горожане могут увидеть продукции только на губернских ярмарках. Конец года был очень напряженный. Как бы скачок цен на вспомогательные материалы дал свой толчок. Ну, в целом, вроде, идем по направлению. А направление одно – расширять производство, выпускать новые сорта продукции. Первый помощник директора Натальи Шипицына. С ней он раньше работал на одном из городских предприятий. А выросли в одном селе. Волнение было у меня. Ну, я согласилась пойти работать. Ну, сказала, что если у меня получится, то я буду работать. Останусь. Ну, вроде бы, пока получается все. Скажите, вот здесь стали мастером. Это же, конечно, вы выросли в профессиональном мастерстве. Андрей Владимирович. Он меня учил всему. Наталья, можно сказать, на предприятие приходит раньше всех. Дает рабочим задания. Иногда становится рядом. Следит за качеством. А какое оно? Можно сделать вывод. Нареканий не было. Возврата тем более. Андрей прислушивается к просьбам своих покупателей. Сейчас на предприятии выпускают 25 видов различной продукции. Большинство из них по рецептуре главного технолога. Рубленой колбасой он особенно гордится. Рубленая, да. Покупателю. Благодаря покупателю, который попросил сделать что-то такое из крупное. Рубленая он даже сказал так. Слово я и Рубленая так и назвал. Так как он попросил, его звали Александр Грязнов. Я даже знаю его, помню. С тех пор взяли какое-то время. Это давно было? Да, это было годы три назад, наверное. Ну и сколько вы мучились, чтобы вот такое сделать? Не хвастаясь и кладя руку на сердце, я даже не мучился, на самом деле. Быстро все сложилось. Просто как бы, когда знаешь конечный результат, как бы, на самом деле даже легче как-то. Ну и первый дегустатор сколько? Грязнов этот был? Нет. Он был второй или третий, наверное, и он сказал, что это бомба на самом деле. В этом году у предприятия юбилей. Пять лет со дня открытия и выпуска первой продукции. Вроде бы и времени прошло не так уж много, а перемены значительные. Вырос ассортимент, увеличился штат, появились свои покупатели, в том числе и горожане на губернских ярмарках. И в личной жизни Андрея большое событие. Он стал многодетным отцом, родился третий ребенок. Сейчас жена в декретном отпуске, помогает супругу только советами. Первую продукцию вспоминает предприниматель. Они разрабатывали вместе два вида колбасы и рулет. Ездили сами на ярмарке торговать. Первое знакомство с Андреем у нас состоялось в прошлом году. А в этом появилось естественное желание узнать, с каким настроением собирается он встречать первую пятилетку своего детища. Все ли планы удалось реализовать? Часть из них мы увидели своими глазами. Появилась еще одна пристройка к кастомому цеху. Хотим еще делать очень вкусные сардельки, сосиски и вареные колбасы. В нашем ассортименте должны добавиться. Из задуманного в минувшем году многое удалось сделать, но не все. Оборудование выросло в цене. Термокамеру мы взяли, обновили, хорошую взяли термокамеру. Вот, шприц тоже хороший. Вот, клипсатор, перекрутчик, чтобы реализовывать уже непосредственно запланированные вареные колбасы, сосиски, сардельки. Ну а попробовали уже выпускать сардельки? Нет, нет, нет еще. Еще не хватает пару единиц, которые нужно приобрести. По словам Андрея, минувший год был как зебра полосатый. Были проблемы, сложности, но главное не унывать, не вешать нос. Это жизненная креда молодого предпринимателя из Кормиловского района. Все выпуски программы «Местные жители» вы можете найти на сайте Кеннадского канала. В «Одноклассниках» есть наша группа «Добавьте себя». Мы в ней размещаем интересные фото, советуемся с вами, делимся планами. И, внимание, у нас теперь есть телеграм-канал «Местных жителей». Все, что остается за кадром, наши поездки, удивительные встречи и курьезы, об этом вы узнаете первыми. Заходите! КОНЕЦ